Старые схемы на службе у новых чиновников и юристов. В Херсонской области несколько сотен человек рискуют остаться без работы из-за нечестных нотариусов. Речь идет о попытке рейдерского захвата одного из крупнейших в Украине предприятий по переработке СОИ. Опасаясь за свои рабочие места, сегодня люди приехали в Киев на акцию протеста. Больше о том, кто и зачем пытается отобрать успешное предприятие в следующем материале. Одна группа уходит с южной стороны, завод перекрывает там дорогу. Другая группа вот здесь, возле центрального входа. И третья группа сейчас перекроет вот здесь вот дорогу и будет пытаться регулировать движение транспорта. Это кадры, снятые всего три дня назад на территории предприятия в Херсонской области. Неизвестные молодчики ворвались на территорию завода, перекрыв все выезды. Охрана срочно вызвала полицию. И когда прошла информация, что с Херсона выехало спецподразделение Корт, старший им дал команду, они погрузили свои автобусы быстро-быстро и объявили, что они уезжают на ужин, еще вернутся и уехали. За последние годы это уже четвертая попытка рейдерского захвата предприятия, говорит директор. Еще 10 лет тому назад бывшие собственники взяли многомиллионный кредит, однако решили его не отдавать и бежали из страны. В итоге предприятие за долги перешло банку, а потом получило нового собственника. Но теперь бывшие владельцы решили вернуть фирму. Компания, которая сбанкрутировала еще 10 лет назад, тут выявляется, начинает выигрывать суды. Это передний властник завода. Она сбанкрутировала, в принципе, в ней не было слышно несколько лет, а сейчас они выявились и действуют очень активно. За последний месяц было сделано записи, внесенные в реестр государственного майна, неведомыми реестраторами про переход властности. На основании незаконных решений нотариусов, бывший собственник фирмы обратился в Киевский хозяйственный суд, который принял решение в его пользу. Сегодня напуганные сотрудники предприятия собрались на митинг уже перед Высшим хозяйственным судом Украины, где будут рассматривать касацию в этом деле. Люди уверены, это обычный рейдерский захват. Мы собрались, чтобы показать, чтобы нас услышали и показать, что мы хотим, чтобы была правда и правосудие. Проходят какие-то непонятные движения с госреестром, где пытаются вносить неправомерные изменения в список собственников предприятия. Это все сказывается негативно, то бишь люди опасаются завозить продукцию. Люди, которые трудятся на предприятии, боятся, что завтра они останутся без работы. Попытки сменить владельца фирмы – грубое нарушение права собственности, уверен адвокат компании. Более того, стоящие за рейдерским захватом экс-владельцы фирмы и фигуранты уголовных дел – захищение десятков миллиардов гривен. 15 решений судов снизу доверху в разных совершенно делах, каких-то связанных, каких-то не связанных, они не могут быть перечеркнуты новым одним процессом, который начат, как будто бы всей этой истории и не было. Мы надеемся, что вышестоящая инстанция, она должна все-таки более взвешенно подойти к этой ситуации, чтобы не создавать для Украины риска стать ответчиком в Европейском суде по правам человека. Кассацию в этом деле завтра рассмотрит Высший хозяйственный суд Украины. И наша съемочная группа обязательно будет следить за ходом этого дела. Вячеслав Медведев, Леонид Аборин, подробности телеканал Интер.